Здравствуйте! Специальное интервью на Одинцовском телевидении. Сегодня гость нашей студии, сотрудник Одинцовского краеведческого музея, командир поискового отряда «Китиш» Антон Кузнецов. Антон, приветствую! В этой студии. Ну и, естественно, раз у нас в студии Антон, значит, разговор у нас пойдет в первую очередь о поисковом сезоне, о находках поисковиков, ну и о том, какие проблемы, какие задачи сейчас стоят перед поисковым движением Одинцовского городского уже округа. Ну и так, хотелось бы все-таки оттолкнуться от конкретного вопроса. Буквально несколько дней назад прошел поиск в Перхушково, поиск, связанный с обнаружением останков сбитого немецкого самолета, сбитого в 1941 году во время воздушных, ожесточенных боев, воздушной битвы за Москву. Можно ли сказать, какие итоги, какие результаты, довольны ли ими поисковики? Да, действительно, буквально в прошедшую субботу собралось большое количество людей, поисковики, добровольцы и сотрудники музеев, и проводили поисковые исследования в лесном массиве за селом Перхушково, там, недалеко от Перхушковской больницы. Вообще, в Перхушково мы уже не первый раз в этом сезоне, оказались там не случайно, всему виной люди. Оказалось, что община храма села Перхушково объединяет достаточно активных людей, которые интересуются историей родного края. И на каком-то этапе они обратились за консультацией, мы начали обмениться информацией, задружились, там, ездили друг к другу в гости, рассказывали о том, чем мы занимаемся, чем они занимаются. Они пишут книгу о истории родной земли, которая изначально отталкивалась от истории храма, а в итоге сейчас уже такой замах широкий, там, на другие попутные темы, там, и Великая Отечественная война занимает немаловажное место, конечно. И, соответственно, эти краеведы, они проводят такое вообще классическое краеведческое исследование, но, которое сейчас редко кто делает, они подворный опрос. То есть, старожилов населенного пункта опрашивают, бабушек, дедушек, что видели, что помнят, там, на различную тематику, и бабушка вспоминает. А у нас вот тут вот мы девочками были, мы видели, вот самолет падал, пролетел, немецкий упал в лес, и там, по одним сведениям, летчик, там, немецкий погибший был, по другим сведениям, он выбросился с парашютом, и его захватили в плен, и НКВД, значит, его увезли. Далее судьба его теряется. Далее судьба его теряется, но, возможно, судьба его и найдется, благодаря поисковым изысканиям. Среди местных жителей, их всегда надо проверять, потому что очень много мы в своей практике сталкиваемся с какими-то народными такими историями, которые далеки от реальности. Фольклор, скажем так. Скажем так, местный фольклор обрастает какими-то подробностями невиданными. Вышел на место сначала лично сам, нашел примерно от того места недалеко советские землянки в времен войны, и на этой советской землянке там валяется кусок дюраля, явно авиационного, с клепками, и там посередине дырочка прорезана, то есть его там для печной трубы куда-то променяли для хозяйственных нужд, как сноармейцы уже. Понятно, что авиационный алюминий просто так не валяется, значит, где-то реально было место падения. Мы собрали ударную команду с металлоискателями, согласовали с местной администрацией свои действия, вышли в лес и буквально сразу же зацепились за мелкие фрагменты самолета. Понятно, населенный пункт близко, если там какой-то остов и лежал, все это давно куда-то на хознуш или на металлолом давно отправилось. И то, что осталось в дёрне, вот при взрыве разбросано или растащено в процессе, так сказать, деятельности людей, оно там до сих пор лежит. И мы нашли много фрагментов, местная община там помыла эти вещи, и мы нашли яму, в которой предположительно могло быть что-то крупное уйти под землю. В эту субботу мы собрали добровольцев ещё больше, вышли на местность, собрали поверхностный сбор, продолжили, и, собственно, исследовали яму, в ней ничего не оказалось. К сожалению или к счастью, может быть, даже к счастью, потому что двигатели, они обычно уходят на глубину нескольких метров, это целая отдельная инженерная такая история, их оттуда поднимать сложно. Поэтому пока двигатель не найден, и ладно. Зачем нам нужны вот эти мелкие фрагменты в большом количестве? Для исследования. То есть, мы подтвердили сведения о том, что упал самолет, авиационные детали, элементы фюзеляжа, обшивка самолета, там гидравлика, электрика, вот такие фрагменты валяются. Мы их собираем, моем и рассматриваем с целью обнаружить какие-то бортовые номера, с целью обнаружить какие-то номерные детали. Привязанные к конкретной машине, да, боевые? Да, и есть такой целый проект в масштабах страны, его организовало поисковое движение России, называется «Небородины». Там ребята-поисковики, специалисты, кто занимается именно авиационной тематикой, у них свои базы данных по технической части, по исторической части, то есть, там, выписки из архивов, зафиксированные, где что, когда упало, кто где, когда не вернулся с боевого рейса. И, пользуясь этими базами данных, можно установить дополнительные подробности, в том числе и нашего случая. Мы рассмотрим, у нас здесь вот есть на столе, собственно, элементы этого самолета. Это вот такое смятое при падении элемент обшивки. Здесь видны заклепки алюминиевые, и вот уже по форме этих заклепок мы уже однозначно говорим, что это немецкий самолет. То есть, мы уже получаем данные. Это военные археологии. То есть, мы, извлекая приметы Земли, его изучая, получаем дополнительные исторические сведения, описывающие нам картину. И вторая деталь, я вижу, она с какими-то даже выбитыми буквами. Да, вот такая интересная, в общем-то, это часть гидравлической системы, здесь был какой-то шланг резиновый, и, да, здесь есть маркировка этой детали. Мы ее уже в интернете пробили, и это просто указан тип детали и завод-изготовитель. Завод-изготовитель находится в Германии, здравствует поныне, а вот такие вот вошмёточки немецких стервятников, которых он производил, они у нас тут в Подмосковье валяются. То есть, вот такая научная составляющая, она понятна. Есть еще составляющая воспитательная. То есть, мы в большом количестве привлекаем молодежь, в том числе детей, в том числе из местной общины, местные жители. Приходят родители с детьми, ну, конечно, не совсем малы. Там, ну... Есть же определенные ограничения у вас, да, я знаю. Вот, поэтому... То есть, они видят, что вот в том месте, где они живут, извините, валяются куски немецкого самолета. Вот она история. Да, не просто они валяются, а тебе разрешили вот вместе с огромной командой там прийти, там дядьки большие с металлоискателями ищут, ты там это помогаешь относить, рассматриваешь, там, держишь в руках, да. Мне кажется, конечно, это вот в плане... Вирус кладоискательства. В плане ощущения такого сопричастности, да, к тому месту, где ты живешь, к его истории, это много дает. И действительно, как бы надо было видеть горящие глаза этих ребят. Вообще, касаясь темы добровольчества, мы вот в этом году начали практиковать это достаточно массово и системно. Если в предыдущие сезоны мы так привлекали в части касающихся, желающих, то теперь на те мероприятия, куда можно открыто приглашать людей, где не нужна какая-то экстра специальная подготовка, мы прямо вот в социальных сетях размещаем объявления, рассказываем, что будет происходить, зачем это нужно. И приглашаем желающих принять участие. И как отклик. Люди, отклик отличный. Обычно лето – это мертвый сезон в плане поисковиков. Там ребята разъезжаются по бабушкам, дедушкам, родственникам и в отпускам, кто постарше, семью уезжают. И там в конце лета, дай бог, приезжают. И обычно летом мы там 5-6-7 человек выезжаем. Сейчас мы набираем, включая добровольцев, до 30 человек на вот такие мероприятия. Это отличный результат. То есть, полностью перекрываете необходимость физической силы. Людей активных много. Людям интересно. Люди готовы в этом участвовать. Это отлично. Планируем и дальше. И тут какой еще момент? Включаясь. Активные люди есть, кому просто интересно, а есть люди, которые принципиально добровольцы. Уже такие у нас есть в стране. Волонтеры. Волонтерское движение набирает обороты. Мы знаем, был год волонтерства. И была создана платформа, интернет-сайт добровольца-россии.рф. Интересная штука. Там регистрируются организации, как юрлицы, которые организуют какие-то мероприятия. Регистрируются организации, можно без юрлица. Это физические лица, которые организуют. И ты сам просто, как доброволец, регистрируешь там свой аккаунт. По сути, это такая всероссийская социальная сеть добровольцев. Ты указываешь свой регион, и у тебя в новостях появляются ближайшие мероприятия, которые у тебя вот здесь на местности. Ты можешь туда записаться, прочитать информацию, тоже записаться на определенную роль. То есть, там, поисковик, фотограф, видеограф, помощник, руководитель, повар, кто создает мероприятия, он указывает эти роли. Человек добавляется туда, его рассматривает, подтверждает, он приезжает, участвует. После мероприятия оценивается его работа и выставляется количество часов. И одновременно ведется у человека в аккаунте официальная электронная книжка добровольца. Мы знаем, есть бумажные бланки, с ними такая небольшая путаница сейчас возникает. А это уже мы все переходим в такой электронный вид. То есть, эффективность взаимодействия выросла намного. Я ребятам всегда говорю, ребят, вы все равно все активные, все равно вы все делаете добровольно, нам всем это интересно. Давайте, регистрируйтесь, у вас идут компетенции, подтвержденные компетенции. Здесь вы поисковик, здесь вы уже поработали фотографом, у вас это все видно. Добровольческое движение, оно в стране активно развивается и поддерживается. Достаточно большое количество даже в Одинцовском городском округе организаций добровольческих, но поисковики, они по определению добровольно участвуют, добровольцы. А есть вот организация «Один Вол», Сергей Курьянов его возглавляет, отличная организация, там до 80 членов, и почти все там окружные мероприятия, ребята там принимают участие. Ну, там они участвовали «Один Вол» в поиске, в сборе помощи в Иркутск. То, что было. И те же ребята из «Один Вол» приезжают на наши мероприятия, тоже активно принимают участие. Это движение, оно массовое. Мы стараемся об этом рассказывать, пропагандировать, так сказать. И в стране молодым ребятам это больше всего интересно, школьникам, будущим студентам, потому что в ряде вузов за добровольческую деятельность даются дополнительные баллы при поступлении. Сейчас это важно, как никогда. К сожалению, не все вузы, это от политики учебного заведения зависит, но это дополнительные шансы. Мы все равно делаем все доброе дело. Почему бы еще, так сказать, не получить дополнительные преференции? Плюс это твое подтверждение твоих определенных компетенций. И мы все потихонечку в стране идем к европейскому стандарту добровольческой работы. И, так сказать, будет не только для молодых людей какая-то поддержка от государства дополнительная. Как вот, допустим, есть поддержка донорства. Она у нас традиционна, там, в советских временах. Сейчас вот такая поддержка от государства, она набирает обороты по волонтерской тематике. Ну и хотелось бы вообще, в принципе, поговорить о ходе поисковой кампании 2019 года. Вот я смотрю еще предметы. Наверняка они не имеют отношения непосредственно к сбитому самолету стеклянные. Что еще интересного? Чем еще вот этот вот сезон запомнился? Какие находки? Какая информация? И это снова Перхушкова. Да. И это снова люди. Случайно, совершенно в том же лесном массиве удалось, ну, в ходе просто визуальной разведки лесового лесного массива найти странный объект. Вот к вопросу о загадочных объектах. Значит, огромные ямы, буераки посреди леса на таком, в общем-то, возвышении. То есть, лес такой, пупырк, высотка, поросшая лесом. И там какие-то ямы, буераки. И в этих ямах кто-то активно проводил незаконные раскопки. Вот. Виден там культурный слой, такой чернота, вывернутые предметы оттуда брошенные. И в большом количестве вот среди этих брошенных предметов, а потом уже в ходе официальных раскопок, удалось понять, что же это такое. Там много пузырьков, бутылок, костей животных. Причем костей животных – это не скотомогильник, а костей животных с кухней. Ну, то есть, на выбор. Кто-то кушает масло, скажем так, в просторечии. Там и современная помойка, конечно, присутствует. Не без этого. Смысл в чем? Это недалеко от самого села. Туда, очевидно, была какая-то дорога. И, собственно, сами эти ямы, как удалось выяснить впоследствии, это старинный карьер по добыче песка. Насколько он старинный, в общем-то, дают понимание тут же, соответственно, стволы деревьев, елочки, которые там выросли в этих ямах, они такие в два обхвата, то есть, там за две сядки с ней сотни лет. Сотни лет, до двухсот лет. Соответственно, уже в ходе археологического обследования удалось найти металлическую оковку деревянной лопаты, которая, видимо, синхронна с разработкой этого карьеры. И это такой хороший конец 17 века, на минуточку. То есть, мы имеем перед собой объект индустриальной культуры. Потом там выявлены были слои угля, и, видимо, этот объект уже в заброшенном виде повторно использовался, опять-таки, как индустриальный культурный объект, углежёгные ямы там были. После этого он использовался по классической схеме, как свалка. И вот тут получается такая интересная история, уникальная для нашей местности. То есть, он использовался как свалка, очевидно, Перхушевской больницей. А Перхушевской больницей на минуточку тоже за сотню лет. И, собственно, предметы, которые содержались в этом культурном слое, связанные, прежде всего, с медициной, с какими-то бытовыми вещами, мы имеем перед собой, вот здесь у нас на столе, разные пузырьки медицинской тематики. Причём там и такие серьёзные, там далеко дореволюционная тематика, как там и с орлами, и с надписью «Аптека», с ятьями. И такая советская уже довоенная тематика присутствует. Что, собственно, и зачем, собственно, и охотились чёрные копатели. Они перекапывали вот этот культурный слой бывшей свалки старинной и добывали оттуда вот такие вот пузырьки, они, в общем-то, определённую ценность рыночную имеют. Почему мы уверены в том, что это именно было коммерческое такое использование? Потому что вот пузырёчки там с минимальными огорехами, там какими-то сколами небольшими, которые представляют интерес для музейной экспозиции, они просто оставлялись на месте, потому что это уже не товарный вид для... Для коллекционеров, скажем, на продажу. Да, совершенно верно. Большая площадь этого объекта интересного. Что делать? Кто-то нелегально начинает вот эти экспонаты, которые связаны с местной историей, они уходят куда-то в неизвестном управлении, куда-то в частные коллекции на продажу. Что делать? Опять-таки обратились к археологам официальным. То, что старше 100 лет – это археология. Мы уже как поисковики, как общественники, не имеем права самостоятельно заниматься такими средствами. Без специалистов. Обратились к специалисту, к археологу Алексееву Алексею Викторовичу, который в музее-заповеднике Александра Сергеевича Пушкина работает. Он вник в ситуацию, сходили с ним, посмотрели, оценили. И поняли, что да, надо, так сказать, под руководством именно профессионального археолога вот этот интересный многослойный объект индустриальной культуры местной исследовать. Собрали добровольцев, тоже там более 30 человек. И, собственно, совместными усилиями под руководством профессионального археолога мы этот культурный слой просмотрели большей частью и получили огромную коллекцию предметов соответствующей тематики, соответствующей временной эпохи. Соответственно, получена большая коллекция. Сейчас она обрабатывается, фотографируется. После этого эти предметы будут распределены по музеям Одинцовского городского округа. Ну, это одна из точек притяжения для поисковиков Одинцовских в 2019 году. Время наше подходит к концу. Я думаю, что более обширный, более широкий такой разговор о поисковом сезоне 2019 года. Естественно, в первую очередь интересуют военные годы, как обычно. Мы продолжим этот разговор в следующей передаче. На этом наше сегодняшнее специнтервью завершается. До новых встреч на канале ОТВ.